А теперь, собственно, обзор наушников ESK MDH9000 через полтора года использования. За это время с ними ничего не случилось, выглядят они как новые, абсолютно никаких следов износа, как ни странно, не появилось, хотя должны были бы быть, использовали, конечно, их аккуратно и довольно редко, но тем не менее. И хотелось бы просто сказать, что эти наушники, они, видимо, выпускаются под разными марками. То есть здесь мы видим ESK MDH9000, она же, эта же самая модель, выпускается под маркой FreeBoss MDH9000, а также Marantz MPH, забыл. Ну, в общем, где-то около трех, может, четырех или даже более разных марок есть. Но дело в том, что делаются они, видимо, на одном заводе. Поэтому, в принципе, можете брать любые, какие дешевле просто и какое название фирмы нравится. То есть один завод их, видимо, изготавляет по заказу какой-то фирмы и просто лепит вот эти вот наклейки, они меняют. Каждая фирма лепит свой логотип и продает под собственным брендом. Хотя изготавливаются они в одном и том же месте. Самое интересное открытие, которое мне удалось сделать, это то, что я просто, ну, в плане звука, в плане музыки, я ничего лучше не нашел. То есть вот есть, например, Bairdynamic DT990 Pro 250-омные версии, и мне они даже понравились как-то меньше, чем вот эти. Почему? Потому что было сделано одно удивительное открытие. Некоторые говорят, что влияние на звук, некоторые, оказывают амбушюры. То есть здесь они, как видите, велюровые, Bairdynamic, а здесь они из корзама. Причем корзама, натянутого на пену с эффектом памяти. Так вот, я вчера просто взял и поменял амбушюру этих двух наушников местами. С этих надел сюда, а с CSK надел на Bairdynamic. И вот тут меня ждало просто удивительное открытие, о котором я почему-то нигде не читал, хотя прочел очень много на эту тему. А оказывается, влияние амбушюр на звук, оно не просто большое, оно более чем гигантское, оно колоссальное. Оно настолько огромное, что сравнимо, собственно, даже вот с влиянием самих излучателей. То есть, когда я поменял амбушюры, я получил абсолютно другие наушники по звуку. Давайте расскажу. Вот, в общем-то, надел я вот эти вот амбушюры вот сюда. И какой стал звук у этих ESK? Он стал отвратительный. Он стал просто даже не звук, а некая каша из средневысоких, где ничто не разобрать, низы вообще куда-то исчезли, ушли. И почему так произошло? Потому что вот этих вот наушников, у них конструкция такова, что внутри набита какая-то особая пена, которая очень, во-первых, легкая на вес, на удивление. И она пропускает звук вот сюда. То есть, звук сквозь нее проходит во все стороны. Там даже снизу такие специальные дырочки сделаны, чтобы звук проходил. То есть, в принципе, вот даже то, что они полуоткрыты, у них звук выходит не сюда, вот, а звук выходит именно сквозь амбушюры. По сути дела, эти амбушюры, они только вот такой эффект, скорее, физически имеют, что они на ушах. А на деле, они, ну, не знаю, процентов 70 или больше звуков пропускают просто вот так вот, сквозь себя. И когда эти амбушюры, они, кстати, подошли хорошо наделать на ESK, звук в ESK стал просто ужасный. Просто ужасная каша, не знаю даже, как эту вещь еще можно описать, слушать неохота. Что интересно, когда я вот эти наушники надел на Bear Dynamic, у них звук преобразился тоже кардинально. Появились очень-очень-очень хорошие басы, они и так там неплохие, но вышли просто запредельно крутые. Но появилась какая-то сильная довольно шумоизоляция, звуков улицы стало не слышно. И, что интересно, прибрались, не то, что прибрались, а вообще они, в общем, убрались в высокие частоты. Средние как были, так и остались, но появилась такая глуховатость звука, вот такой глухой, как будто вот сдавили его, сцена вообще была широкая, стала узкая-приузкая. И тут вот я понял, что влияние амбушюр на качество звука, оно колоссальнейшее. Оно сравнимо просто с влиянием самих излучателей, динамиков или драйверов, как их еще называют на английских формах. Какой, в общем, результат? Результат, что, в принципе, косвенно вот эта смена амбушюр намекает на то, что вот у этих звук лучше. Потому что вот в этих амбушюрах у них, в принципе, неплохой звук. Стоит их надеть сюда, здесь звук становится отвратительный. Вот. А если вот эти надеть на BR-динамик, то, в принципе, звук-то, ну, слушать можно, скажем так. Вот в чем дело, он не отвратительный совсем-совсем уж становится. Не настолько плохой, как вот в этих вот, с такими амбушюрами от BR-динамик. Но стоит надеть обратно их родные амбушюры из кожзама и пены с эффектом памяти, то звук становится, вот сама музыка, сама музыка, она приятней, чем даже вот в этих вот супер-крутых дорогих наушниках за 14 тысяч. Звук становится приятней. Какие-то такие вот цветастые становятся. Он, конечно, приукрашен, да, может быть, приукрашены басы, приукрашены серединкой, но она приятна, как вот образно выражаясь, словно поляна цветов расцветает на ушах. Именно такая вот цветность, яркость, приятность, просто замечательная. Но, к сожалению, узкая сцена. Очень узкая сцена глуховатости-глуховатости из-за вот этих, видимо, амбушюр. Поэтому вывод такой, что мне вот эти по звуку в плане прослушивания музыки, да и вообще, нравится гораздо больше. Например, если слушать, сравнивать в этих наушниках звуки природы, да, то вот звук моря, скажем, вот в этих будет лучше из-за широкой сцены. А вот звук, например, дождя в джунглях там или в лесу, мне нравится больше вот в этих. То есть прям в этих слышно, как капелька вот она падает на лист. Лист вот так вот упруго отзванивает звук взлетающейся, значит, этой капельки. В этих наушниках он как-то приятнее звучит. Вот в этих же вот этот вот звук капли, он просто как песок какой-то. В других слов я подобрать, что извините, не могу. И кто тут вот хотел, может быть, посмотреть, как они выглядят без амбушюра. Я попытаюсь снять. Вот. Так они выглядят. Динамик у нас здесь, сейчас скажу, где-то 50 миллиметров. 50-миллиметровые динамики. Хорошие, качественные. Вы можете посмотреть вблизи, собственно. И драйверы, как их еще называют. Ну и, в общем-то, мне вот эти наушники понравились по звуку больше. И как-то получается, нужен приятный, хороший, такой цветастый звук. Я выбираю вот эти. Нужна широкая сцена, выбираю вот эти. Тут сцена узкая, к сожалению. Тут она широкая. За счет, видите, вот исключительно за счет амбушюра. То есть, когда вот эти амбушюры родные, они испортятся. Таких же родных купить, ну, практически невозможно. Это откуда-то с Амазона надо будет заказывать, чтобы через границу перевозили. Из Германии, может быть. У нас таких нигде не производят. Ни китайцы, ни кто. Ни как ни с какого с Алиэкспресса. Им амбушюры на смену такие же не заказать точно. Это 100%. Можно заказать похожие, но звук в них изменится. Изменится довольно существенно. Если даже заказать вот точно такие же из такой же ткани, из велюра, то все равно наполнение будет разное. То есть, вот такого наполнителя, скорее всего, уже не найти только оригинальный, откуда-то выписывать за большие-большие деньги. Это, наверное, даже не знаю. В районе, может, 2000 или около того. Можно же больше. Как новые наушники, по сути дела. И хочу сказать, что просто для себя лучше этих я пока ничего не нашел. Полтора года прошло. Более полутора лет, наверное, уже даже. Великолепные наушники. Хороший звук. 50-миллиметровые драйверы. Звучат просто замечательно. Жаль, конечно, что узкая сцена. Что нет такого позиционирования, может быть. Хотя позиционирование, пожалуй, оно неплохое. На самом деле, явно неплохое. Отличить от этих сложно. Вот только по ширине сцены. Ширина сцены, какая-то такая вот яркость, воздушность. Конечно, только вот у этих. И еще небольшой такой вывод, что равнять АЧХ, подбирать ее под себя. В общем, можно, в принципе, за счет амбушюр. Вот такие амбушюры, они приберут верха, увеличат низы, причем сильно увеличат, очень сильно. Серединку они особо не затрагивают. И, к сожалению, делают сцену довольно узкой. Такие глухие, луковатые, глуховатые. Такие вот амбушюры, как здесь, конечно, сложно найти. Но они очень раздвигают сцену во все стороны, особенно к бокам. Они очень здорово увеличивают верха. Верха будут просто звенеть. Серединку, опять же, что-то я не заметил, чтобы как-то они трогали. Ну и басы, конечно, они здорово снижают. Просто в несколько раз. В принципе, еще вариант какой. Можно регулировать верхние частоты за счет прокладки вот этой вот между ухом и ее динамиком или драйвером. Если вот у этих, например, верха чуть завышенной, поставим туда прокладочку из... Да неважно даже из чего, будь она из ткани или поролона, верха приберутся. То есть вот толстенький поролон, много верхов приберется. Тоненький поролон, меньше приберется. В общем-то, именно таким образом даже сам производитель производит регулировку АЧХ. Например, у модели 880 именно с помощью вот этой вот прокладочки, внутренней между ухом и динамиком, немножко убраны верха. Исключительно вот с помощью нее. Вот у нее производитель ровнял АЧХ этих наушников. Здесь такая прокладочка тоже есть. Но она более такая звукопроницаемая. Ну, Засим разрешите откланяться. Будут вопросы, задавайте внизу, в комментариях. По возможности отвечу. Всем пока.